Здравствуйте! Давние союзники США и Израиль оказались на грани ссоры. Из-за чего же? Из-за того, что администрация Обамы очень хочет помириться с Ираном, заключив с ним соглашение относительно его ядерной программы. На днях израильский премьер Беньямин Нетаньяху побывал в Вашингтоне с визитом. При этом стал первым после Уинсона Черчилля зарубежным лидером, который удостоился чести трижды выступить в Конгрессе США. Организовали это выступление республиканцы, а Белый дом был резко против. Советница по национальной безопасности администрации Обамы Сьюзан Райс вообще назвала визит Нетаньяху деструктивным. Полсотни конгрессменов-демократов бойкотировали выступление израильского премьера. И это при том, что перечить могущественному израильскому лобби в Вашингтоне вообще, а в демократической партии в частности, считается политически самоубийственным. В своей речи Нетаньяху обрушился с критикой на готовящиеся администрации США соглашения по ядерной программе с Ираном. По его словам, это соглашение не помешает созданию Тегераном ядерной бомбы, а откроет к ней дорогу, при том, что из иранской столицы уже не раз раздавались угрозы государство Израиль вообще уничтожить. 26 раз речь приглашенного оппозиционной Белому дому партии гостя прерывалась овацией. Это, пожалуй, сильнейший скандал в американо-израильских отношениях с тех пор, как в 2010 году Барак Обама во время личной встречи с тем же Нетаньяху бесцеремонно оставил его со своими помощниками, отправившись обедать со своей семьей. Отношения двух лидеров не заладились с самого начала. Обама и Нетаньяху, пожалуй, на дух друг друга не переносят. А тут еще столь принципиальное политическое расхождение. Кстати, немалое значение играет и то, что у Нетаньяху сложились неплохие личные отношения с Владимиром Путиным. Это тоже, видимо, не нравится Обаме. Помимо переговоров с Ираном по ядерной проблеме в формате «шестерки», членом которой является и Россия, Вашингтон давно уже ведет собственный сепаратный диалог с этой страной. Взаимодействие с Ираном очень нужно США в контексте отношений с Ираком, Афганистаном и вообще в контексте сложных геополитических игр с мусульманами-шиитами на Ближнем Востоке. Иран пригодился бы и в качестве рычага давления на Королевский дом Саудитов. С Ираном США недавно столкнулись в Йемене, где именно иранские спецслужбы, как подозревают, стояли за недавним свержением с шиитами проамериканского правительства. Наконец, Иран – это главный союзник Сирии. Но еще больше нужен Иран в большой нефтегазовой игре в Европе против России. Снятие американских санкций позволит Ирану в полном масштабе вернуться на европейский газовый рынок, дабо, по задумке Запада, вытеснить с него Газпром. Ради достижения в том числе этой цели США, похоже, готовы пойти на значительные уступки по иранской ядерной программе. Утекающие детали готовящегося Америкой компромисса также показывают лишний раз, что вся политика экономических санкций, долгое время применявшаяся против Ирана, имеет мало общего с отстаиванием каких-либо долгосрочных принципов. Принципы, получается, можно быстренько поменять в угоду политической конъюнктуре. Под ее влиянием, а точнее под влиянием желания разыграть иранскую карту против Москвы, Вашингтон готов пойти на значительные уступки в ядерном вопросе. Еще в 2005 году сам Тегеран предлагал США сделку, по которой у Ирана оставалось бы лишь 3000 центрифуг для обогащения урана. Она была отвергнута. Сейчас у Ирана 11 тысяч центрифуг. Речь идет о том, чтобы снизить их число хотя бы до 6000, и то не сразу. Согласны сегодня США уже и на то, чтобы Иран продолжил разработки более совершенных центрифуг, как и на то, чтобы продолжались в принципе сами ядерные исследования. Ранее Америка была против. Иран соглашается с тем, чтобы хранить большую часть отработанного топлива за пределами страны. Но именно это уже давно было предложено России. И Тегеран уже давно на это был согласен. С самого начала Тегеран утверждал, что его ядерная программа носит мирный характер, а Россия с самого начала поддерживала его в праве такую программу иметь. Теперь, казалось бы, позиция Вашингтона сближается с российской. Но за этой эволюцией скорее стоят банальные двойные стандарты. Америка, похоже, готова удовольствоваться неким формальным, сохраняющим лицо соглашением сроком лет на 10, только ради того, чтобы насолить Москве. Единственное, на что, видимо, зря рассчитывают США, так это на то, что с помощью таких метаний им удастся заполучить Иран в твердые союзники себе и во враги России, которая, в общем, долгие годы поддерживала Тегеран в его санкционном противостоянии с Америкой. До свидания.